Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А где? А я думал сейчас один не заметит врага, но видимо все-таки моделька весьма отчетливой была. Вот так вот. Напоминаю вам, что американцы из Соединенных Штатов Америки взяли первую карту с учетом 16... Сколько я помню, 12... Тоже 13... То есть все-таки последнее слово осталось именно за ланами. Посмотрим, что будет здесь. Вторая карта. Первая была... Что? Нюк. Все так вот. Две... Своеобразные карты. Играют команды. Нюк и трейн. Ну, по необходимости, если эта необходимость возникнет... Там уже, конечно, придется идти на что-то попроще. Играть, выяснять отношения уже там. Нюк. Сандастый. Мираж. А здесь? На ЭКО. Между делом... С Галилом уже Джаспер. Отвоевал. Отборов. Своего соперника это оружие. Ну... Я смотрю, у тебя лишние проценты здоровья. Ха-ха. Получи по голове. Успевает, не успевает. По идее, должен. Да, конечно, последнюю секунду. Все-таки очко откладывает в копилку. И 1-1. Должен быть бай, атаки. Ведь бомба была установлена. Да, так и есть. Конечно. Распределились весьма неравномерно. 1-4. А не скрип. Весь экшен на четвертой линии. Там, Чебурашка. Под своим контролем. Ситуацию держал. Тут уже сбривают А1. И сразу... Ничего не опасает. Джаспер выпрыгивает. Проверяет обстановочку. Ну, а Б... Оставили. Вот сейчас Б просто отсидеться. Е34. Что он и делает? В общем-то, да. Решил отсидеться. Обалдеть. Насколько верное решение. Да вы посмотрите, что. Будет и сейчас не заметит под фейком. В свою очередь, Е34 уже опасается, но не торопится. Ать! А вот и он. Цель обнаружена. Ну, в общем-то, Джаспер уже и доработал. Не удалось Е34 замаскироваться. Мантию невидимки он... Видимо, неправильно применил. 2-1. Бэт компани ведет. Но оно и правильно. Как-никак этот Рейн... Тут и речи не может идти о том, чтобы проиграть сторону за оборону. Чебурашка на пару с... С Харлем Шейком. Отбились. Но еще предстоит вся главная война. Этот раз Даня. Готов ворваться. Но тут... О себе дает знать. Контр-террорист. И 3-1. Вообще, ланов, конечно, попроще играть. Они сейчас многое не требуются. Они, я думаю... В полном экстазе находятся. Расслабляются, короче говоря. Им нужно взять хотя бы, ну, 4 раунда, да, сейчас за атаку. Не торопясь, размеренно. В общем, в очень спокойном ключе взять всего 3-4 раунда. Я уверен, что оборона у них на очень высоком уровне. Ну, что они делают. Ворвались на точку. Никто их сюда не звал, но... Они без приглашения готовы. Хоть к кому заглянуть, хоть куда и хоть во сколько. Жду завтра. 3-1 остается. Кальным шейк. Не нашли... Не нашли... Не нашлёт ли его в случае? 19 хп. Рисковал. И времени, в принципе, хватит, чтобы... Помериться с силами. Ага. Не вовремя, да, не отвернулся. Второе очко за ланами. Ну, пора бы уже в Бэткомпани нащупать свою игру. На трейне. А то может быть совсем поздно. В самое ближайшее время. Ну, ещё ворота линия. АВП появляется в руках у Тинки. Тинкл. Мистер Тинкл. По-моему, Тинкл это кот. В фильме... Кошки против собак. Кот той старушки. Кто помнит, тот знает. Тинкл. Не знаю. Которую здесь забирают. Уголька. 4-2. Риспы отдалённые. Поэтому азаку предоторечней идёт. Снова под Б. Наблюдается располненность. Ну, хотя бы одного-то для приличия нужно обработать. С этой задачей справился уголёк. И остаётся 1-4. Тяжело было не попасть, верно? 5-2. И девайсы. По-хорошему. Ни разу они ещё не пробовали раскинуть быстро соточку. Попытка забрать, наверное, шестую линию. Или пятую. 1. Очень-очень мобильный игрок с АВП. Двигается. Супер интенсивно. Конечно, затрачивает много энергии. Но пользы от этого, конечно, своей команде приносит много. 4-3 положения в большинстве. Гораздо комфортнее пробираться на точку. Интересный дым. Затуманить себе обзор весь, чтобы вообще ничего не видеть. Наверное, он такого мнения о себе, что я ёжик в тумане. Пускай меня не увидят, но и я никого не высмотрю. В итоге сбежал. Представляю, что сейчас Оскар высказывает о своём партнёре, который положил такой дымок. Ну, хотя бы за сейви. Уже КПД какой-то будет. Три очка за ланами. По мне, я так играю... Знаете, если захотят ланы сейчас, если захотят его от чистого сердца... Его кого? Победа его и её за первую сторону, то они этого смогут добиться. Не обязательно 8-7, возможно даже 9-6. Просто сейчас они немного расслабляются. Очень спокойное состояние... Опытных геймеров. Которые знают, когда нужно будет взвинтить темп. Ну, а сейчас позволяют, конечно, себе маленько... Ну, конечно, не сказать, что спустя рукава играть. Ну, не на пределе своих возможностей. Врыв на нижний. Ну и всё, уже пробирается на точку, заспреил Джаспера. Буквально все патроны полетели в тельце. Впечатались. В кости врага... В черепушку получает ещё и Тинкл. Ну, вот Е-34 просто на рожом полез. Ну, а один АВП. Видимо, натренировал на все 100%. Остаётся один Чебурашка. Раз, под флешечку, но флешка, вероятно всего, лишь... Дала понять террористам... О том, что враг поближест, и нужно скорее с ним справиться. 4-5. Знаете, как в фифашке? Есть такой индикатор, который отображает дух команды. Допустим, когда ты там выигрываешь. 2-0. Ну, в среднем примерно дух. Ну, или высок, не знаю. Когда ты там отыгрываешься, начнёшь отыгрываться зверски. Потом вытаскиваешь матч герогический, у тебя она на пределе. Сейчас бы этот индикатор, наверное, у ВБТ Компани... В самом низу находился. Самый... Самый худший. Показатель отображал. Хотя вот это может... Приободрить дух команды. Джаспер постарался. Заточил очень хорошо свой ножик. И он, кстати говоря, остается стоять. Не удалось. Маленько. И здесь... Ну, хотя бы одного. Так, с АВП и есть. Харльм Шейк. Даня слишком резво себя вел. Чего не следовало делать. Делать. Положение 2 в 2. Так, одного сверху ли в трона. Шаманчик. Неужели не заметил? О, ой, ну-о-о-о-о. Хорошо, что... Хорошо, что... Хорошо, что Харлем Шейк. Все-таки сумел. Очень ловким. Наверное, он когда-то был космонавтом. Либо, по крайней мере, обучалась на космонавта. Что-то ориентация в пространстве. У него сейчас, видим... Действительно, натренированно. Резко повернулся. И с вертушки зарядил. Сотки нету. Тянутся потихонечку по коридорам. Ага, Хе. И... Ввязывается в перестрелку. Ну, здесь вот... Тут Джасперу, конечно, ставим... Минус. В графе полезности. Сотку занимает Тинкел. Тинкел. Возможно, он сейчас... Встреча на верхнем. Да, конечно же, Тинкел остается абсолютно не в удел. Потому что нападение уже успело выйти на точку. Один в доме, слышно. Раз! Это Фазумчик. Как Маркелов прописал. Выходит на точку, 14 хп. Где еще один соперник? Непонятно. Выждал. Выждал очень длительную. Бауза, а там Дефьюз! О, лол! Ха-ха! Не мытьем, так катанием. Но все-таки завоевывают, выигрывают вот это вот седьмое очко для себя. Ну, должно же было повезти. Не расслышали. Дефьюз. Точнее, скорее всего, расстояние, на котором находились террористы от бомбы, не позволило им услышать соответствующий звук. Выход через сотку. Е-34. Но он без прикрытия, без напарника. Работает и падает. Бомба на респе. Сейчас на ее, наверное, ее на высших скоростях Даня несет на Б. Фраг за фрагом, бомба! Транспортировалась. И уже устанавливается в положенном месте. Ой, какой спрей! Тут же Даня подоспел. Еще и шаман был готов прийти на помощь. Сию секунду. 7-5. Ну, не станем, конечно, говорить, что это уже... Заявка Атланов. И, в общем-то, свою работу запланированную. По плану они выполнили. По тому же, дело техники. Все закончить с положительным исходом. Во второй половине. Ну, а тут проекта защиты. Боли, жалость не покидает наши сердца. Пусть мы переживаем, конечно же, за наших ребят. Помню, в принципе, конечно же, и на нюке. Вот эти вот качели, да? Когда инстатива приходила то в руки одной, то другой команды. И, по сути говоря, то все решилось именно вот в заключительной стадии. То есть на закате первой карты. Может быть, может быть, нас то же самое ожидает и здесь, но... Хотя, СВП, ну вот, СВП Харли Шейк. Партер его помог. Один шаман, но шаман на А. Бомбат на Б. Это Дефьюз и 8-ка для... ВПТ Компани. Ну, здорово. 9-6, конечно, не предел мечтаний. Но все же, какое-никакое преимущество, за которое, быть может, сумеют зацепиться россияне. Ну, смотрим за бай террористов. На бай. Все в пятером. Продвигаются на б. Смотрим за приемы. Такое сопротивление сумеют оказать. Контр-террористов. Оскар, Оскар! Оррррррррррррррррррм. Минус 4. И готов замахнуться на нечто большее. Ну, как же, а? Тинкл. Говорит, ты не совершишь минус 5. Не будет того. Не совершишь. Нет, и все. И хоть треснем. Даня один, но... В общем-то, изрядно покалеченный. И не думаю, что он против трех здоровых парней. Сумеет что-то показать. АЕ, флэш, 4 хп, Даня. О, если бы сейчас еще тинку убил, я бы просто замер в ожидании, честное слово. Спрятался под стол. 9, 6. Стоит перезатуматься, на самом деле, пища для размышления у VB Company есть. Разумеется, она и не такая уж приятная на вкус, но переживать ее необходимо. Что им сейчас может помочь? Так это... Явно не то, что они показывали на нюке. Это весьма очевидно. Для тех, кто смотрел первую карту, конечно же. Это абсолютно понятно и ясно, как божий день. А вот для тех, кто не видел, так это они просто вставали, знаете, возле нуля. Пистолетку так они вообще проиграли. Ждали, наверное, минуту-20 секунд, а потом попытались выйти на рампы, но, разумеется, уже не успели пройти на точку. У них просто не хватило времени, они же стояли и ждали. Что будет здесь, не знаю. Выход, массовый выход на А. Вот этого даже я не ожидал. Вот это, да. Покорилась точка А и без единой потери. Таранным образом. Разгромили всю оборону. Снесли все на своем пути, будто ураган. Американский. Да, там у них торнадо всякие. Штормы. Нашли противодействие. То есть, как говорится, да, против лома нет приема. В этой ситуации против урагана американского нет приема. Есть. Лом. Тот же самый ураган. Пристолетка выиграна. Но вот когда дело дойдет до АВП, когда появится АВП в руках, скажем, у А1, вот там уже поговорим, там уже посмотрим. Все, снова засели. Но, благо, не оставили без внимания ни одну позицию. Ни зелень, ни сотку, ни дом. Само собой, разумеется. Минус на центральном. Тут на нижнем очень медленное продвижение, но плодотворное. Это ВБТ Компани, а один хэдшоу. Топдауна. Но тут же его зарывают в могилу. И уголек тоже погибает. 11 очков ВБТ Компани. Сейчас, конечно же, нужно терпеть. Ланам... Они понимают, что их шансы абсолютно малы выиграть ЭКО. Но нужно, разумеется, терпеть. И, возможно, даже постараться все-таки зааркадить бы одну точку какую-то с целью либо быстрой смерти, либо же все-таки достижения какого-то результата. Но вновь по одному расходятся. Погибать в одиночестве в трудные минуты? Что может быть страшнее? Лучше погибнуть как Компанией дружно-веселой. Ну ладно. Оставим это им на размышления. Остается Даня и один. А-1. А-А-1. Завис на лестнице, видно. Затяжкой зацепился за какой-то выступающий объект. Двукратное преимущество русских и ближняя респа. У них напряженный характер принимает игра. Вот и А-1. О чем я говорил? Да все о том же. Все на том же инструменте. Все о том же, всю ту же песню поет. А-1. излюбленная АВП. Шаману нужна помощь. Еще экстренная помощь. Потому что ему тяжело вот эту позицию покинуть. Конечно же, это понимает уголек. помогает своему партнеру. Шамана нашивают. Пора менять. Кажется в позицию. Продолжает сидеть, будто бы желает своей смерти. Е-34. Е-34, те времена уже в сотке. Нашалил, но он дальше не пошел. Минус Дания. АВП промах! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Попался на удочку. Последний в итоге остается Харлем Шейк! Из последних сил уже борется. Ай-яй-яй, тут же шаман в спину зашел. Я его упрекал, да, за то, что он сидел, уперто сидел на зелени. А в итоге дождался нужного момента и пошел в спину. И какой результат для команды? Какое полезное действие? Беру свои слова обратно. 712 у 1 на сей раз фамас на науке он не скопил достаточно сбережений об дань и верхней дань и дань и дань и дань и таран танц сикир башка что дальше забирают и 34 вот так на грозная машина работает очень неплохо скоростной стиль на самом деле выбирают сейчас в bad company а вот ладно ничего толкового показать не могут я вообще ослеп на этот раунд слепую комментировал а чё это они все убрали ники люблю говорю изменить неверный и встреча в доме фраг за фрагом ну тут весьма замысловатый байк защиты фраг в планте но ценой своей жизни не дал поставить бомбу хотя скорее всего вопрос времени лишь установленная бомба два в два ситуация пока прошить те 344 хп вот там дауна спрейд у патрусты в обоим это кончились и как не вовремя удали и не кончились но это 4 . для выбрать компания ну что потихонечку переквалифицируем карту the train от карту атаки на примере выбрать компания русский вперед под таким слоганом рвутся они вперед наша сила богатырская два из по м к и фамас опа удивительный промах но вот пазумчик пазумчик образцово показательный один шаман шама юс ну тут ему не жить добираются до пятнадцатого очка скажу честно я такого не ждал я сказал то что и нельзя действовать также как на нюке также медленно также в стиле слоупок они меня послушали вновь недельные советы раздает батюшка локс я черная быстрая атака 1 2 3 будь даже чек 10 из команды лан они бы все были так или иначе побиты ну давай хочу от тебя увидеть это но если по добиваются однако чебурашка оказался поблизости и 16 очко для в best в bad company я уже хочу сказать и без ну просто без потому что это был ну буквально идеальный розыгрыш раундов за террористов на трейне поэтому я так вырывается в best company вторая карта завершена тбц в bad company выигрывают ее со счетом 16 7 напоминаю на тускание все завершилось еще там 16 13 или 16 12 точно не помню в пользу ланов и сейчас отправляемся на третью карту что там будет никому пока что неизвестно но скоро узнаем мы будем ждать с нетерпением отдыхаем перерыв